Так, ребят, всем привет! Сложилась такая ситуация, что у нас есть возможность сейчас заснять перекупок. Буквально сейчас, пару часов назад, я звонился с продавцом. Вроде есть у нас вариантик, в Саратовскую область сейчас поедем. Ну, вернее, сейчас вечер, в ночь мы выйдем, чтобы с утра уже туда приехать, посмотреть по светлому машину, оценить ее, то есть, попрыговаться нормально. Ну, созвонился, продает хозяин машину Sonata 2006 года. Ну, она, в ПТСке она даже конец 2006 года, то есть, можно, как бы, и седьмой потом писать в объявлении. Вот, черного цвета, она 2,7, движок у нее, ну, то есть, она такой комплектации ГЛС, вроде нормальная резина, нормальные диски, он сказал, то есть, ничего не будет снимать, приезжайте. Находится машина очень далеко, за 600 километров, то есть, в Кокограде, это Саратовская область. Ну, я думаю, мы рискнем, то есть, туда поехать все равно. Ну, если не возьмем, то, в принципе, я посмотрел, там в Саратове еще есть пару вариантиков, которые можно будет зацепить. Вот, по ходу, ну, по дороге будем снимать видео. Так, и по приезду, я думаю, тоже заснимем саму машину какую-нибудь забирать. Все, давайте. Ну, ребята, вопрос о том, что вот только в Кокоградской области плохие дороги. Вот сейчас вот максимум по этой дороге может 70-80 км в час поехать. Они еще при этом пытаются их где-то латать в определенных местах. Что тут латать, непонятно, конечно, что эту дорогу надо заново все стелить, да и все. Какие дела. О, латать дал. Так, ребят, ну что, приехали мы, в общем, в Саратовскую область. Посмотрели сейчас машину, блин, солнце лупит, вообще жесть, как бы, въехали всю ночь. Сейчас глянули машину, в принципе, Соната в хорошем так состоянии, на дисках она нормально. Ну, как все, в принципе, на фото было. Резина хорошая, комплектация тоже неплохая. Ну, единственное, движок 2,7 и на палке она, то есть не на автомате, а на палке. Ну, сейчас вроде старговали с продавцом, там, готов отдать ее за 165. Вот. Сейчас, может, еще старгуемся чуть-чуть. Не знаю, отдастся, нет, сейчас вот вышли на главную площадь заснять видео, сейчас пока подумаем. Еле-еле почти ее завели, как бы, так получилось, что она у него стояла уже последние, там, месяца 3. Ну, тыркались где-то час, наверное, но все-таки завели, там, привезли свой аккумулятор. Такие дела. Ну, сейчас будем, как бы, с ним еще торговаться. Получится, нет, не знаю. И будем уже, походу, снимать видео, когда уже заберем машину, не знаю. Ну, в принципе, наверное, надо брать ее, потому что за такую цену, то есть, ничего не купишь. Кожаный салон, то есть, она нормально, хоть там пробег уже, конечно, очень большой. Но, в принципе, вариант неплохой. Я думаю, на рынке где-то такая машина будет стоить 200, там, 200, 200. Все, давайте уже, походу, снимем. Кожаный салон. Короче, едем на салон. Сейчас решили в поезде ехать. На тачку. Нам надо там еще одну машину забрать, тоже будет отдельный, кто справится. Вот. Сейчас едем, уже почти подъезжаем. Нам надо будет салон снять ксенон, там, на ней ксенон в ближнем или в дальнем участковой въебаться, я думаю, мы тоже видим, знаете, не вы правильно. Вот. А так, едем на поезде, уже делим с 400 лет. Ехать по 12 часов, эти 600 километров, вообще, жопа, блядь. Мы помечем поезд, как идет, как через Казахстан, блядь, ехать. Такая тема, наверное, без вас вообще никто там на парке не ездит, блядь. Ну, так же, все курицы, и старт, блядь, все. Хотя он запрет, но так же в тамбре курят, блядь. Сардир, чувак, зашел, так же, блядь, все плохо, блядь, запрет, блядь. А вот он страх очень накладывается. И так же, я думаю, можно и синьку жрать, да и платоникам, хоть и ничего не скажет. Ну, ладно, пакеты не скрываем, все. Ну, давайте, не по теме уже. Короче, сейчас приедем, уже заснимем тачку на креду и уже поедем. Так, ребят, ну что, смотрите, забрали мы санатку. Вот она наша ласточка, ебать, короче. Да базарим. Так, смотрите, короче. По салончику, сложный салон тут. Нормальный такой, все. Просто состояние машины ничего. Ну, сейчас вот мы чуть-чуть проехались на ней. Ступичный подшипник задний. Будит. А так, смотри, все. Ксенон убрали, здесь стоял ксенон. И в противотуманках, и в ближних, и в дальних, короче. Вот сейчас ксенон убрали. Поставили обычные лампочки на ближней. Думаю, с ними мы доедем как раз. Потому что за ксенон, знаете, там сейчас справка лишают, блять. Будут на каждом посту доебываться. Нам ехать как бы тоже еще не мало. Потому что мы сейчас на этой машине еще поедем за другой. Вот. Так, в принципе, я думаю, нормальный вариант. По движку все нормально. То есть тянет, по коробке тоже ничего. Ну, сейчас еще поедем, по трассе проедемся. Там уже тоже за рулем впечатления расскажу. Сейчас еще покажу. Ну, вот здесь она с правой стороны была бита в эту сторону. Вот мы их сейчас на мойку помыли тут, конечно. Мне здесь, короче, угалчили. Надо здесь протереть. Ну, да. Вот. А так по багажнику чистим. Все. Все. Но была бита вот в эту сторону. И, говорят, вот с правой стороны резина подъедает. Диски здесь новые. Как бы резина тоже вся новая. Диски вообще не едены. То есть вообще все на меру. Ну, давайте уже тогда по мере, как поедем. Все. Сели в машину, едем. Вот уже 200 километров на них проехали. Ну, задний ступичный подшипник очень сильно будет на скорости. Вот я думал, когда мы ее тестировали, машину, да, проверяли. Но перед покупкой не сильно было слышно. Вот. Когда разгоняешься уже по трассе, там, в скорости действия, вот реально слышно то, что задний и правый ступичный подшипник очень сильно будет. Вот. Ну, мы сейчас смотрели по ценам. Как бы, может поменяем в городе. Вообще по-хорошему, конечно, надо поменять. Потому что неизвестно, сколько он уже протянет к ступичным подшипникам. Если он сломается, будет фигово. Вот. Либо в городе поменяем. Либо по ценам там сейчас сориентируемся, либо завтра. Если нормальная будет цена, поменяем обязательно. Так, в основном, машину по ходовке хорошо все. То есть музыка вот есть простенькая. Климат хорошо очень работает. Даже замерзаешь в машине. Сейчас на улице, наверное, около 30 градусов где-то тепла. Плюс еще при торможении вот немножко руль вибрирует. То есть есть такая фигня. Это, наверное, какой-то диск. То есть тормозной кривой. Ну, это, в принципе, мелочь. Так, по движку, в принципе, по коробке все хорошо. По электрике тоже все работает. Так, ребятки. Ну что, доехали монотонатчики, в общем, до дома. Всю ночь пилили, короче. Смотрите, что по машине. Говорил я, по-моему, в видео, что ступичный подшипник. Какой-то сзади гудит. Ну вот посмотрели, там красили машину. Левый и задний ступичный гудит. И при торможении есть, как бы, немножко такой, ну, постоянный хруст. Это, скорее всего, диск передний тормозной. Вроде так, по состоянию диски нормально, но не знаю. Может, какой-то из них кривоват, потому что даже чуть-чуть кривой будет, все равно. Нормально машину тормозить не будет. По косякам этим я, наверное, не буду ничего это устранять. Просто сейчас я взял, короче, шампунь. Такой вот полирующий шампунь. Шампунь с полирующим эффектом. Попробую тряпочкой вот это все пройти. Может, вот эти все вот разводы как-то уберутся. Потому что машина была вот в эту сторону бита, как бы. Ее херово покрасили. Вот, видимо, лак плохо наносили. И вот эта вся хрень в краску въелась. Я попробую вот эту штуку убрать это все. Если это не убираться не будет, то, наверное, я заполирую просто вот это крыло. Чтобы ничего не было. И вот сверху, наверное, тоже крышу немножко полирну и все. Не знаю, сколько мне это будет стоить. Ну, там на сервис заеду уже тоже сниму видео отдельное. Так, в остальном машина все ништяк. По движку вообще все бомба. Как бы нормально она прет. Ну, V6, то есть сила, да? Кожный салончик. Все, ничего, в принципе, лишнего так нету. По ходовке тоже, ну, не считая, что вот задний ступичный гудит. Все отлично. Багажник сейчас я вам покажу. Тоже чистый все, в принципе. Кондер все работает. То есть без проблем. У нас остатки троса остаются. Кстати, вот еще вот ксенон остался от этой машины. Я его отдельно еще продам. Здесь надо будет еще доразобрать его, потому что там из противотуманных блоки розжига я не убрал. Ну, это я отдельно продам. Просто сейчас со светом, как бы, чисто ближний свет. Мы поставили обычные лампочки, с обычными лампочками лепили. Потому что за ксенон, то есть лишают правки, блин. Нам, то есть стирал, то есть, о, машина там на нормальных номерах, но вас будет трогать. Ну, это может сараться область, нас бы никто не трогал. А как бы Волгоградск тоже на чем-то дает область. Давайте я вот что под капотом покажу сейчас. Аккумулятор это, кстати, от форда моего старого еще здесь стоит. Смотрите, все, в принципе, нормально тут. По движку, то есть, подтеков ничего нигде нет. Вот этот ремень даже, по-моему, кстати, похож на новый. Который здесь идет тоже на компрессор. Ну, конечно, такая тачка будет в обслуживании очень дорогая. Продать, я думаю, ее будет непросто. И, как бы, ну, покупатель. Сейчас я, наверное, выставлю ее тысяч за 230. Вот она 190 обходится. Тысяч за 230. Ну, вернее, даже нет, наверное. Поставлю 240 и буду скидывать десятки. То есть, да, на ступичный подшипник плюс на тормозной диск. И за 230 я, в принципе, готов ее отдать. Короче, начинаем мы с санаточку приводить в порядок, да. Вот шампунь сейчас я купил. Сейчас разведем этот шампунь. Ну, тут написано вообще 30 миллилитров на 10 литров воды. Ну, я не знаю, побольше, да, пить? Короче, хуйну, чтобы, блин, наверняка. Сейчас это все размешаем. И попробуем убрать хоть эти разводы. Все-таки не знаю, я надеюсь, что уберется как-то. Ну, если нет, то я уже говорил, что поедем туда полировать. Сейчас попробуем размешать эту всю хрень. Ну, вряд ли, конечно, прокат. Ну, попробовать надо, как говорится. Что, 60 рублей эта штука стоит как-то? Все, третий. Нет, так нет, поеду полировать, блин. Может, все-таки получится. Бля, навряд ли, короче, она сотрется, потому что прям здесь краска шершала. Наверное, надо будет все-таки машинку. Это бред, шампунь, это все. Посоветовал мне один человек так сделать, но как бы я сомневался до последнего. Но все-таки здесь надо без машинки не обойтись. Потому что реально тут она вот елась. В гараже машина стояла у нее, и поделка сверху капала. Я даже тру сейчас, она не убирается. Тут надо уже именно стирать, наверное, как бы лак. Не, не убирается она, короче. Она, вряд ли, не убирается. Она, вряд ли, не убирается. Катур. Она не стирается, короче. Надо машинку, блядь, на полироле уже конкретно убрать. Тогда буду, наверное, сегодня, завтра, с утра, наверное, обзванивать. Искать человека, который мне заполирует. Ну, одну позицию, я думаю, тут не дороже будет заполировать. Одну позицию, то есть и крышу, да? Все, больше, в принципе, тут ничего не надо. Здесь только на стекле. То есть, вон, стекло, это все фигня относится. Крышка, багажник, все нормально. Ну, все, тогда давайте. В общем, по полировке сейчас приехал тут сервис. В общем, сейчас попробует полирнуть нам такой сервисочек. Тут покраской занимаются ребята, все полировка. Попробует полирнуть, 700 рублей там будет стоить. Ну, может, сказал мастер, что может не уйти эта проблема. Ну, сейчас будем пробовать, как бы пытаться. В принципе, небольшие деньги за это все дело. Так ну. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok это была машина, они прямо около тачки устроили торги, то есть и как бы перекуп торги проиграл, обиделся, короче, уехал, вот, ребята забрали, машина уехала в Михайловку, вот, за 247 тысяч она ушла, ну, я ее выставлял 250, то есть и трешку получилось, то что, да, скинул, там перекуп сначала 245 предлагал, ну, они потом 247 предложили, он дальше не стал. Вот, на машине заработали, да, меньше, ну, чуть поменьше, чем 60 тысяч, в принципе, пойдет, может быть, кстати, если перекуп, да, за нее 245 предлагал, может, она и дороже ушла, если ее, в принципе, подделал, там можно было упираться, но я думаю, смысла упираться нет, потому что мне как раз эти деньги нужны на другую машину, то есть я уже там присмотрел все варианты. Вы, как всегда, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, и увидимся в другом видео. Всем пока!